Много орхидей это сколько? О боже, у вас 100 орхидеи, а у вас 200, да вы с ума сошли. А у Тунира Вульфа было 10 тысяч орхидей, и он все еще был в погоне и в поиске заветной черной орхидеи. Конечно, такой вопрос звучит некорректно. Корректнее было бы спросить, а сколько орхидей вы можете себе позволить? Сколько у вас есть свободного времени и места? Как вы организовали посадку, полив, чтобы каждой орхидеи было должное внимание и уход? Друзья, всем большой-большой привет! Нас смотрят во всем мире. Привет Финляндии, Франции, Италии, Израилю, Белоруссии, Украине, Казахстану. Всем привет! Перекличку давайте, как обычно, делаем в комментариях. Вы на канале Орхидейная страна и с вами Елизавета. Сегодня нас пригласили в гости год спустя к хозяйке, у которой молодая коллекция орхидей. Их много, их действительно много. Это сокровищница различных сортов. И мы посмотрим, как они растут и что начало через год, даже, наверное, полтора, даже два, вот так цвести, как оно выглядит. Привет! Хочу сразу сказать, пожалуйста, никаких негативных комментариев под этим видео не пишите. Слова поддержки коллекционеру, благодарности, что нас приглашают в гости и показывают, потому что не все коллекционеры, не все обладатели Орхидеи хотят делиться и показывать, как раз-таки боясь негативных комментариев и критики в свой адрес. Итак, через полтора года мы видим уже приличный результат. Светлана покупала малышей от поставщиков Мики, НСК. Как раз недавно она получила миксы от Юнуса, от поставщика Сони. Вот те самые миксы по 10-20 штучек неизвестных бабочек. У Ирины Ким метушные гибриды Светлана берет. Ну и также в различных группах Орхидеи, которые по предзаказам, с ожиданием, она пытается разные сорта себе заполучить. Покупает именно малышей 1,7 и 2,5 из-за цены, чтобы не переплачивать, а спокойно вырастить и увидеть домашнее цветение. Именно сейчас, когда начался уже массовый распуск малышей, происходит формирование вкуса предпочтений, освобождается место путем отправления цветочка на Авито. Ну и, как правило, происходит замещение, заказ на его место какого-то нового жителя. Светлана оптимизировала полив. Она всех малышей пересадила в закрытую систему, и у нее на полив уходит всего 4 часа раз в 20 дней. Она для себя вывела формулу 50 мл на 1 стаканчик 0,5 литра. А горшки арте она поливает 100 мл водой. Это именно тот объем воды, который растение выпивает, и его не нужно сливать. Посадка состоит из мха, коры и серамиса. Лично я не полюбила закрытую систему. В моем уходе даже в горшках арте часто орхидеи задыхаются. Я сейчас, наоборот, перевожу все растения потихонечку в обычные пластиковые горшки с выпуклым дном и с дырочками. Потому что те, которые растут в арте, особенно взрослые растения, я вижу, что им некомфортно, им не хватает аэрации корней. Еще такой момент. Она специально для обзора поставила все цветущие орхидеи на стол, чтобы их заснять. А так у нее на каждой полочке по 3-5 цветущих орхидеюшек стояло. И они были даже незаметны, что у нее достаточно большое количество сейчас цветет. И я сама пользуюсь этим приемом. Я жду, когда полный распуск произойдет у цветочка. И у меня выделено 2, но иногда 4 полки в зависимости, сколько цветет на данный момент. И я туда всех ставлю вместе, чтобы любоваться на такую клумбочку. Я тоже рекомендую делать вам такие вещи, потому что сразу видно количество цветов, которые цветут одновременно. И вот прошлой зимой я была в каком-то даже таком состоянии, в состоянии шока, что их цвело столько много, что мне стало страшно от того, что у меня просто сплошное цветочное царство. Просто изобилие. Я поняла, что такое количество цветов мне не нужно, что если их будет чуть-чуть поменьше, я буду все равно получать такое же удовольствие от коллекции. И вот Светлана тоже их составила. И была удивлена, какое количество у нее сейчас на самом деле цветущих орхидей. Так как она брала малышей, она покупала и в группах ВКонтакте, и на различных сайтах, и на Авито. И предзаказы какие-то у нее были. И многие бабочки, как она сейчас расскажет, у нее процвели не по сорту. И она также встречалась с обманом. А вообще за этой коллекцией будет очень интересно наблюдать и в дальнейшем, потому что очень много интересных и редких сортов. Передаю слово Светлане Крыловой. День добрый, подписчики канала Орхидейная страна. Хотела вам показать свою коллекцию. Она у меня молодая. Я большинство выращиваю с 1,7 орхидеи, 2,5 в закрытой системе. Допустим, вчера пересаживала 1,7. Вот они вот такие кроссовчики стоят. Все они у меня в закрытой системе. Так и в закрытой системе находятся. Вот я уже как перевела с зимы все орхидеи. И большие и маленькие. Мне так удобно поливать. У меня на полив где-то 300 орхидей уходит часа 4. Вот так примерно я. Ну, это если никаких обработок не производить. Сейчас у меня, конечно, вкус немного изменился. Я уже как бы вот от миги сортов набрала. Синцека тоже нравятся метушные сорта. Сама плотность цветка. Ну, вообще, они, конечно, неповторимые. Нравятся бабочки. Крупные именно. Они у меня, ну, как есть уже некоторые сорта. Но еще тоже маленькие в 1,7 в размере. Только в этом году получали. Как нравились желтые, так и нравятся. Они желтые, оранжевые. Они светятся, как солнышко. Без них, я думаю, коллекция не может быть. Вот этот интересный цветок. Я его, ну, хочу, в принципе, предупредить подписчиков. Есть такая на сайте Авито Алла. Вот она его мне выслала, как метеор. Я тогда покупала у всех и все, можно сказать. Вот это пластик долл. Вот смотрите, как интересно он процвел. Его вторая вариация цветения. Очень я тогда расстроилась, чуть ли не плакала. Но в итоге он мне понравился. И я его себе оставила. У него такие резиновые прям лепестки. И цветет он очень долго. Ну, не знаю. Значит, чего досталось, то досталось. Очень нравятся оранжевые сорта цветов. Просто они, как солнышко, светятся. Нравились очень мультифлорные сорта. Вот, допустим, Сога Готрис. Из метушных сортов мне очень нравится Дракон от Личья. Вот его невероятные переливы. Лаковый такой. Зинмиг Стегазарус. Тоже мой один из любивчиков. Это такой свекольный красавец. Блэк Шейк. Красиво. Вот еще два сорта от Микки. Беглип. Плотные у него цветки. Не выгорает. Красивая губа. Винозу все совсем не портит. Такой пилор. Тоже плотными лепестками. Долго стоят цветы. Не выгорают. Хорошего понемножку. А предыдущий обзор коллекции Светланы можно посмотреть по ссылке, которая будет закреплена под видео. Если вы нажмете слово еще, откроется информация под видео и там будет ссылка. Или она сейчас появится в правом верхнем уголочке. Большое спасибо за внимание. Если вы тоже хотите показать свою коллекцию, поделиться с нами, обязательно напишите в комментариях. Я помогу это все дело организовать. И мы тоже покажем. Все. Всех люблю. Всех целую. Всем обильного пышного цветения. Много орхидей. Море орхидей. Столько, сколько Нира Вульфу не снилось.